Здравствуйте, друзья! Российский блогер Илья Варламов побывал в непризнанном Приднестровье и выпустил фильм о том, как сегодня живет это непризнанное образование. Фильм получился достаточно познавательный и я рекомендую посмотреть его всем, кто хочет знать, какое будущее ждет Донбасс. Так как на примере Приднестровья очень хорошо видно, что будет с Донбассом в случае сохранения ЛДНР в каком-либо виде, даже если прекратятся боевые действия и конфликт будет заморожен. Приднестровье, конечно, удивительный регион. Здесь можно подойти к любому человеку и задать сходу вопрос, куда ты хочешь уехать? И никто тебе не скажет, я не хочу уезжать. Вся молодежь, проживающая в Приднестровье, практически поголовно собирается оттуда уезжать. Кто в Евросоюз, кто в Россию. Причем, несмотря на определенный культ России, который существует на той территории и пропаганду русского мира, половина населения Приднестровья собирается ехать именно в Европу. То есть территория постепенно пустеет, население стареет и понятно, что никакого будущего у этого образования нет. Вопрос, вы куда хотите дальше? Короткий блиц-опрос. Вот хотя бы поехать в Европу. Европа. Европа. Ну, Европа, Россия. Европа, да. Ну, точно, Россия. Ты в розыске Интерпола прячешься. Россия. Так, 50 на 50. Да. 50 на 50. И никто не хочет остаться вот здесь. Нет, я понял. Война в Приднестровье закончилась 30 лет назад. Там давно уже нет никаких обстрелов. Нет комендантского часа. Нет никакой экономической блокады. Нет даже вот этой проблемной нерентабельной угольной промышленности, которая есть на Донбассе. То есть по сравнению с Ордло в Приднестровье буквально рай. Но даже в таком лайт формате, когда есть свободное сообщение этой территории с сопредельными странами, когда есть возможность даже отправлять на экспорт свои товары под видом молдавских, все равно мы видим, что население не желает жить в этой серой зоне и происходит постепенная деградация этой территории. Но самый знаковый момент в фильме Варламова – это интервью с бывшим приднестровским ополченцем. То есть с бывшим боевиком, который 30 лет назад воевал против правительства Молдовы. Это уже достаточно пожилой человек с многочисленными медалями. И увидев его, я подумал, что сейчас он будет нам рассказывать, как, значит, 30 лет назад побороли румынских фашистов, защитили территорию от захватчиков. Но нет. Вместо этого человек с грустью и горечью признал, что все, чего добились вот эти защитники Приднестровья – это просто разорение этой территории. Молодежь уезжает и никакого будущего у Приднестровья нет. А вы принимали участие в 92-м году? Ну, так получилось, что… Вы в ополчении были? Ну, в ополчении на заводе, да. Никого не убил, но был при оружии на оперативном положении на заводе. И какие у вас сейчас мысли по поводу тех событий? Мышли. Страшные мысли. Что получилось? То есть все порушили, пошли, молодежь выехала, будущего нет. И глядя на это, конечно же, очень хорошо можно представить, как через 10-20 лет постаревшие боевики из Ордло будут точно так же горестно вздыхать и говорить о том, что война не имела смысла, все разорили, вся молодежь уехала, будущего нет и в итоге ничего не добились. И, в принципе, это происходит уже сейчас. Я регулярно в своих видеоблогах показываю вам боевиков, которые горестно жалуются, что, по сути, все, чего добились в этой войне, это просто превратили Донбасс в помойку. На Донбассе сейчас люди живут хуже, чем в России и хуже, чем на Украине. И вместо витрины русского мира действительно возникла такая вот помойка. Чем больше проходит времени с начала конфликта, что на Донбассе, что в Приднестровье, тем более очевидным становится, что сделала Россия с этими территориями и какую жизнь она туда принесла. К сожалению, вернуть назад все, как было, сейчас уже невозможно. Поломать легко, но исправить бывает очень тяжело. А зачастую уже просто нельзя ничего исправить, потому что вернуть тысячи погибших нет никакой возможности. Исправить и компенсировать тот экономический ущерб, который понесли эти регионы, тоже практически невозможно. И на данный момент, к примеру, жителям Донбасса мы в Украине не можем помочь, поскольку эту территорию мы просто-напросто не контролируем. Но все, что мы можем сделать, это распространить эту информацию, донести до людей, которые живут в других регионах Украины, что бывает, когда куда-то приходит Путин. И что бывает с теми людьми, которые верят Путину. Поэтому, друзья, давайте поделимся этой информацией, распространите это видео как можно шире. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а если вам нравится то, что я делаю, и вы считаете полезной мою работу, вы также можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.